Телекомпания Диван Каякин Роу Без 24 утра, это значит уже без 26 часов идет ночная прогулка Мы с Фортуной рубимся очень неудачно Камеру не ставил ночью, потому что вместо камеры стоял фонарь Там как бы без фонаря жить нельзя Поэтому вот сейчас Мы на ночной прогулке 2023 года Отличная теплая погода Отвратительная навигация от Мишли Вашова Болотная навигация мне не задалась совсем То есть вот абсолютно Только классически очевидные и понятные вещи А вот какую-нибудь найти каналу Ой, я там попытался зайти на КП 120 Стоимость 12 Господи, это укрепрайон Я так и не понял даже с какой стороны подойти То есть я вроде все вычислил Все ориентиры есть Кроме того, что вокруг просто одна сплошная трава И все, и ни входа, ни выхода Ни куда Еду я на КП номер 70 Оно чуть-чуть в стороне от пути обратно Но 7 очков И вроде там все понятно Просто проплыть Получится тут проплыть Или сразу, или не получится Если сразу не получится, не поеду Судя по всему не очень получится А, вон она Вон протока видна Сверяемся с навигатором Ну, вроде поперек озера прям Да Впереди торчит белая палочка Это здесь указатель фарватера Значит, я правильно приехал И здесь же придется выезжать Естественно, обратно А ночная прогулка в этом году Совершенно фантастическая Опять Мир кольцо Сейчас он называется Шелковый путь Вот эта палка Ой, да это Цапли летают Пачками С виду КП простое Но тут проблема подойти к берегу И до КП 400 метров Все, посмотрим, что будет Там Лаконичное 70-е КП Никак оно не стоит 70 По сравнению С той 30-кой Которая была В самом начале Где я обломался По полной программе А, тут тоже так можно Да Так можно И полюбее можно Оказывается Тут срезать можно Левее Левее И мы срежем Вот Ну Оргов свои Понятия о очках С ними не поспоришь Бесполезно Все Теперь Все мимо Люся А после Люся Там еще много чего есть Ежели успеть Потому что Что-то как-то Эти болотные Навигации Тяжело мне даются Конкретно Проще По кустам В лесу По болотам По нормальным Обыкновенным болотам А вот Не по вот этим Которые Идти вообще нельзя Ночью вообще не пойми Что делать В общем Я пока не научился Это готовить Итак Люся Я иду к тебе Спасать А Кто не в курсе Люся Это Вечно тонущая Кстати Там появился Кроме Люся Еще Саид появился Люся Что ли На пенсию ушла На инструкторскую работу На теннирскую В прошлый раз Я Саида спасал Это такая Кукла Сидящая в воде С раскинутыми На полтора метра Руками Вот ей В руки Надо кинуть Конец Состояние 15 метров Попадаешь Молодец Не попадаешь В штрафное Одно очко И тебе дается Вторая попытка Со второго Не попадаешь Твоя обязанность В штрафное КП Я промахивался По-моему Два раза За все время Сколько я здесь уже Раз в семь Не знаю Примерно А Да Я помню 11 попыток С 11 попыток У меня два промаха То есть Это значит Я был 9 Сейчас 10 Процент Непопадания Примерно 20 Но один был Такой обидный Спас Конец Сзади За руками Лег А рука Веревка Петлей Пошла И мимо руки Ну Пришлось Перекидывать Хотя как бы там Один судья Из трех Сказал Может зачтем Мегать Пусть переделает Не переделал Все Если ничего такого Красивого Или чего-нибудь Не будет Следующий репортаж Плюсе На чем я тут Господи У меня появилась Фортуна 1 плюс Длина 3.6 Вот эта длина Которая уже бежит Нормально Я ее Обузил До 81 Сантиметра Она при этом Абсолютно Отлично Держит Можно еще Меньше Делать Но просто Тогда она будет Осадка У нее будет Больше Могут быть Проблемы На милях Но поскольку Эта лодка В общем Для гладкой воды Это не страшно Ну в общем 81 сантиметр Ей нормально Но в серии Она будет Всегда 88 Потому что Это совсем Остойчивый Такой Семейный Корабль Где можно Встать Одному Из двух По крайней мере Вот И сидушку Я сейчас Заменил Раньше Была здесь Серийно Делается Надувная Сидушка Я сделал Фанерку Ну как На многих Лодках Только Не на Электросе А на шнуровке Через Люверсы Дольше Ставить Просто у меня Не было Под собой Держалки Люверсов Вернее Были Но их Было Два Надо Четыре Фанерка Длинная На одну 15-сантиметровую Сажать Не фэншуй Там даже Не 15-12 Вот На фанерке Хэппи Жопа И в общем Просто Несмотря на то Что я уже По уши Весь Искупался Я уже Устал Я уже Как бы Нет Пока Удовольствие На самом деле Идет Пока Удовольствие Мокрый Вдрибодан Здесь Ну потому Что на этом 30-м КП Забавном В общем Попал В место Где не встать Не идти Трясина Мимо В общем Пришлось Ползком По трясине Лезть Потому что Там Как бы Все Оно Тонуло Вот И говорят Что я не дошел До КП 30 метров Ну так бывает На прогулке Можно В 5 метрах Быть от КП И не увидеть его Видал я такое Сам Цинично взял А ребятам Не подсказал Сделал вид Что я курю Рядом в КП Выключил фонарь Вот Ну правда Они были того Достойны Потому что Они там так Много выпендривались Мы то Мы сё Мы да мы это Да мы ммб Ну и как бы Эти ммбшники Там 4 круга Сделали при мне Я ушел Не знаю Взяли они или нет Вот Так что 30 метров до КП Тут дойти Вообще него ни о чем Но там просто Было уже не пройти Я уже все силы Оставил Вот примерно Вот по такой Асоке Я набегал Там метров 250 Для меня это Смертельный номер Там просто Ты наступаешь 40 сантиметров Все вниз Уплывает И вот это Надо вот И сквозь И высоты Там вдвое Больше Ты еще не видишь Куда идешь А привязка А привязка Была к старым Охотничьим Домик Это называется Тут Ну тут С которого Раньше Уток стреляли А не так Высотой метра два Тут осока Местами три То есть он мог стоять Вот так вот Спрятавшись Рядом со мной За углом И я его мог не видеть Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так И вообще Я туда плыву-то Секундочку Да Я плыву туда Что удивительно Далючей 5 километров Все Никаких капе Фортуновские весла Родные Я удачно Продал Так получилось Ну люди Утопили свои Мои весла Оплатили мне Весла Утопленные Ну в смысле У них их украли Вот А им нужны были Весла Я им отдал Фортуновские Просто На новых Лодках Снизил Цену На цену Весел Вот А себе Заказал Вольном Ветре Вот это Двухсоставное Легкое Весло Каякера То самое Вот которое Такое С виду Странное Естественно Внутрь Но только Два Здесь Два Сочленения Всего Внутрь Нафигачил Пены Что вот Отсюда Вода Не лилась Потому что Когда лопасть Опускаешь В воду Вода Это вода И она Здесь Начинает Вытекать По холодной Погоде Неприятно На ноги Льет Вот И это Весло 2.20 В общем Что я скажу Для фортуны 2.20 При вот Этой Высокой Посадке Как я сейчас Сижу Потому что Я сижу Сантиметров На 5 Выше Чем на Надувной Сидушке При этом Как бы Нормально Лодка Позволяет Выпендриваться Даже Слишком Позволяет Вот Мне очень Удобно И в общем Эти 2.20 Вряд ли Больше Лучше 2.15 2.20 Вот Оптимально Для этой Лодки При такой Посадке Грибок Хороший И в общем На глубине Не мешает На милях В смысле Не мешает Так что Продолжаю Петь Дифирамбу Вот этому Очень странному Веслу В вольном ветре Цена У меня 2.100 Рублей Весло Которым Очень приятно Грести По гладкой В воде По немножко Негладкой Да У него Мягкая Лопасть Я вот сейчас Местами Где тут Прогребался Сквозь траву Оно Прям Сгибалось Совсем Но это Значит Что его Хрен Сломаешь Но тут Конечно Мне Пригодилось Более Жесткое Весло Но С другой Сороны Тогда Я тратил Больше сил Потому что На моей На моей Планете Которые бы Согнули Это весло В воде При этом Легкота Нюанс Правда Для ночной Прогулки Вот эту Серединку Алюминиевую Я закрыл Черной Изоляцией Потому что Когда ночью Включаешь фонарик Посмотреть на карту Алюминия Ослепляет Руки Светящиеся На На В фоне Темноты В свете Фонаря Ослепляют Привыкаешь Некоторое время В катке А вот этот Вот Алюминиевую Вообще Капец Поэтому Вот это Такая черная Штучка Это моя Личная Тараканина В серийных Веслах Этого нет Ну и Контрольку Я сделал Здесь Без контрольки Ночью Хватать Весло Тут Клянуться Можно То есть Я привык Сразу Грести А весло Стоит Боком Хрясь И туда Забор Нормальная Контролька Кстати Получилась Вполне Работает Взял Зеревочку Четверочку Ввел Из нее Косичку И Приделал Чуть Чуть Жестковато Ну В пределах Нормы Может Переделаю А может Это Временно И Оставлю Навсегда Ну Только За Фэншую До Следующей Прогулки Сниму Эту Термоизоляцию Как она там Термоусадку Она тоже Вес Добавляется Потому что Это весло И так Очень легкое Она будет Еще легче Вот И просто Добавлю Под руку Какой-нибудь Изоляции Черный А может Желтый Наоборот Для яркости Вот А прогулки Там Как это Еще Дожить Надо В нашем 23 Году В общем Чет Я разговорился Люся 5 километров Расчетное Время Ну Примерно Через час Вон Там Вдали Виднеется Труба Вот Наверное Это там Потому что Там мост И там Поселок За поселком Люся Все Встретимся Таки На Люся Нюанс Прогулки Ну То Что Вот Это Тут Все Грязно Это Вообще Тут Святое Дело Тут Такое Такое Грязище Что Это Все Будет Оттерто Потом Вот А Нюанс Вот Какой Надо Внимательно Читать Не путать Легенды Капе Я тут На Предыдущем На 50 Капе Прочитал Легенду 70 Ну Тоже 5 0 7 0 Перепутал И В результате 15 Потерял Искал Несуществующее Озеро Хотя Там Надо Было Искать Сосну Она Была Прям Вот Как Симафор Стояла Мимо Нее Прошел Даже Не Посмотрел 15 Минут Минус Ну Невнимательность Она Тут Наказывается Так Впереди Таки Люся Далючая 4.36 По Прямой А Тем Временем Вставало Солнце Сейчас Будет Тепло Я Наверное Согреюсь Вон Оно И Чистое Небо 24 Обещали Но Что-то Я думаю Что Будет Больше При Таком То Небе Но Это Хорошо Мне Это Хорошо А Далючие 4 Километра Прямой Время То Всего Без 10 5 А Солнце Встало И Уже Тепло Что Меня Сильно Радует Пока Что Потом Наверное Будет Напрягать Потому Будет Опять Жарко Нет Жизни Совершенства А Впереди Мост Это Означает Что За Мостом Через Километр Люся Которую Мы Спасем Я думаю Я Угадаю Эту Ноту С Первого Броска Сказал Он Но Там Посмотрим Всяко Бывает Всяко 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 Всяко